Всем привет! Это Орел и Решка. Дебильные походки. И сегодня мы в Женеве, в Швейцарии. Ребята, мы сейчас узнаем, кто же пойдет ровно, а кто как идиот. Ну что, подбросим монетку. Эй! Хоп! Чунь! Орел! Уходим, ребята! Это необычный выпуск «Орла и Решки». Это спецпроект «Орел и Решка. Неизданная сезона Ивлеева-Бедняков». С вами Андрей Бедняков и Настя Узенюк. Ой, ой. Сегодня мы покажем все, что не попало в монтаж официальных версий. Договорил я кучу всего, а потом вырежу все, что вам надо. Все, что осталось за кадром. Чего ты меня снимаешь? Не дами на меня. Вообще, ты, может, мне еще в рот залезешь? Раскадруешь мои гланды. И все, что не пропустила цензура. Хоть голый снимайся. Ой, рейтинги будут, да, Саня? Фух. Ой, простите, не смотрите туда. Я думал, я один здесь. Неудачные дубли. Старая полуразру… 50 метров от аэропорта. Не вошедшие в сюжеты. А в кадрике нельзя пить, да? Смотри, жираф. Обломы… Байк-то волосы защемило. Скандалы… Короче, атмосфера накаляется, ребята, сейчас будет драка. Саня, держи меня. Личные впечатления… Ой, ой. Очень страшно. И откровение ведущих. Зажрался ты, бедняков. Упырь. Настюха, звезда дальнобоя. В тот случай, когда я жалею, что я не длиноногая блондинка. Мы покажем вам 45 минут чистого эксклюзива. Господи, помилую, надеюсь, что-то не стреляли. Еще больше историй. Я села на крапиву же. Ой, ой, ой. Ведущий Орла и Решки приехал и сломал пирамиды, которым три тысячи с половиной лет. Ха-ха-ха. Еще больше Орла и Решки. В общем, Орел и Решка. One love. Ворвемся. Мочнейшее. И все это в эксклюзивном выпуске Орел и Решка и Флеева бедняков неизданное. Классно, когда есть неизданное. Вот я даже фильмы никакие не хочу смотреть. Просто лежишь, балдеешь. Это новый сезон. Самый новый. Новее не придумаешь. Просто капец новый. Все новое, хорошо забытое, старое. Зараза. Сам такой. Верните, Леся. Двадцать третий сезон тревел-шоу Орел и Решка начался с легендарного возвращения любимых ведущих Насти Ивлеевой и Андрея Беднякова. Вы просили? Другая информация. Мы вернули. Вместе они решили отправиться туда, где до этого сами еще ни разу не были. Популярные города и неизведанные природные красоты. Комфортабельные курорты и троеводные фестивали. Они снова столкнулись со своими страхами. Вышли из зоны комфорта. Я бы сейчас все отдал за то, чтобы в душ ходить и почистить зубы. Пытались выживать. Санечка, давай бегом, опаздываем. И бездумно шиковали. Буду мерить все. Бабки есть, бабки не проблема. Но самое главное, за эти 20 выпусков они снова показали нам самые интересные и прекрасные уголки нашей удивительной планеты. Ну класс, мне здесь очень нравится. На самом деле действительно обалденное место. Вот как я люблю Решку за то, что она дает возможность увидеть такие чудеса. И конечно же наши звездные ведущие сразу же нашли общий язык друг с другом. Так-так-так-так-так-так. Я первая. Нет-нет-нет, я первая. Всем привет. Остань сюда, подожди. Куда? Я блогер, я знаю как это работает. Это и все, что ты знаешь. Всем привет, с вами снова Орел и Орешки. И ее ведущая Настюшка Опасность. Лучшая ведущая. Бывшая ведущая. С вами Андрей Бенников. Какая не бывшая. Ребята, в общем, как вы поняли, сезон будет... Не помнят они тебя! Я не буду заниматься тем, что мне не получается. Программу же ты ведешь? Нет, подожди. Кто-нибудь бы тебе сказал это 6 лет назад? У нас бы на одного непрофессионала, понимаешь, на телевидении было бы меньше. А так что? Потому что пришел, лысиный посверкал и собираешь сливки. А тот момент я сверкал еще прекрасной шевелюрой, которая билась по моим коленям. Что ж, тебя потрепало за 4 года знатно, друг мой. А это все женитьба. Вообще-то у меня укладка. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Укладка. Андрюша, солнышко, хозяин. Ты хозяин вот этого маленького ведерка. Захотел, окно закрыл. Не надо со мной так разговаривать. Открой, 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 открой. Бан, это просто, это как на венках где-то. Вот у меня такая ассоциация с этим бантом. Настя, ты классно выглядишь, было бы достаточно. Очень-очень классный банк. Андрюша, соберись, пожалуйста. Мы очень долго времени тратим на то, что ты не профессионал. Ребят, давайте начнем. Ты на Насти талантливее, чем Настя. Не говорил бы лишнего, потому что потом придется за слова что делать, отвечать. Садись. Смотрите, это как два ведущих Орла и Решки. Один красивый, благородный, харизматичный и Настя Ивлеева. Надеюсь, над Андрюшей сейчас тоже где-то ясное небушка. Он идет и лучик солнца греет его замерзшие толстые старые щечки. Я надеюсь, Ивлеева тебе также жарко и пот стекает с твоих бакенбардов. Витя, а вы говорите, что мы с Настей встречаемся только на стартовой и финальной подготовке. Интересно, как там Питников? Хотя нет, неинтересно. Вы знаете, часто девочки покупают нож, чтобы почистить картошку. Но Настя Ивлеева покупает нож ради другого. Я вам сейчас покажу ради чего. Вот. Вот главная деталь в ноже Ивлеевой. Кажется, я знаю, какого подарка достоин Андрей Бедняков. От всей души, от своего глубочайше доброго сердца хочу преподнести ему… Я понял, почему я не попадал. У меня просто не было нужной мишени. Сейчас она есть. Самое яблочко. Вот, понимаете, поколение Андрея Беднякова. Вот эти вот… Ну, идти оттуда. Не надо так говорить, а то люди обидятся, которые тоже старые. Я буду переводить. Мне Бедняков нравится намного больше, чем Ивлеева. Мне кажется, он более харизматичный, веселее. Но все же верните Колю Серегу. Все, спасибо. Ну ладно, некоторая профессиональная конкуренция между ними все-таки была. Но Настя и Андрей очень быстро притерлись друг к другу и вскоре стали настоящими друзьями. Элджей, ты не переживай, с Настей все хорошо, у нее золотая карта, она тусуется, я за ней присматриваю. Соберись. Ты бы мне лучше дал пару хороших уроков, чем бы шутил надо мной. Я даю, я даю тебе уроки. Я даю тебе уроки, как не нужно себя вести. Не, ну не могу я бросать все-таки топором. Лучше повешу я обратно в свою спальню, где и висел этот плакат. Какой красивый закат, какой красивый Андрей, какой красивый закат, какой красивый Андрей. Все, хватит. Я вообще по тебе соскучился. А я по тебе, Андрюша. Начали скучать друг по другу, к какому выпуску? К концу. К концу же. Ой, приятно было. Да, взаимно. Да, Витек. Приятно было. Ну все-все-все, еще увидимся. Ой-ой, это правда. Ну было приятно. Милан стал первым городом сезона «Орел и решка» и «Влеева-бедняков». И хотя Настя с Андреем опытные ведущие, съемки здесь для них были будто впервые. Ты знаешь, вот я подумала, сейчас мы с тобой встанем в кадр, как два профессионала раз-раз и все случится. Но что-то мне подсказывает, что дубль шестого мы только запишем подводочку. А, что надо сказать, прости. Уходить же постоянно надо уходить из кадра. Прямо идем? Да. Мы прям подводку уже пишем? А куда мне смотреть, на девушку или на тебя? Сань, я забыла, куда уходить постоянно. Именно в Милане мы узнали, какие перемены произошли в жизни ведущих за время отсутствия. У меня произошло в жизни две перемены очень важные. Первая, это наконец-то я сбросила лишний вес за эти полгода. Ну я думаю, вы заметили по моему декольте, что уж там скрывать. А вторая перемена, я так и не выучила английский язык, друзья. Поэтому мой уровень английского еще хуже, чем был тогда на Решке, потому что я его не практиковала. И именно в Милане Настя с Андреем поняли, как сильно скучали по путешествиям с Орел и Решка. Все, я на своем месте. Это моя работа, это моя программа. У лучшей Настюшки опасности нет никого, ни одной ведущей. Я просто кайфую с этого. Я обалдю, дорогие друзья, я обалдю. А сейчас я сделаю то, чего я не делал, наверное, уже года три. Раз, два, три. А еще в Милане у ведущих было так много приключений, что все они не смогли поместиться в и так насыщенный выпуск. Вот как, например, сюжет об ущелье Билана в окрестностях озера Кома. Нет такого озера. Знакомьтесь, друзья, одна из красивейших достопримечательностей Кома – ущелье Билано. Оно образовалось 15 миллионов лет назад. Его выбила река Пиаверна, которая миллиметр за миллиметром пробивала свой путь в скале по дороге к озеру Кома. Вдоль ущелья тянется узкая подвесная дорожка, по которой можно пройтись и полюбоваться водоворотами, порогами и миниатюрными водопадами. Это просто великолепно. Я говорю, это просто великолепно, Саш. Слезы наступают. Счастье, понимаешь? Здорово. Наслаждение. Но туристы приходят сюда не только ради этого. Входит легенда, что где-то здесь захоронена гробница средневекового отважного воина Тайна. И захоронен он вместе со своими сокровищами. Но где эти сокровища, никто их не знает, потому что никто их так и не нашел. Но мне кажется, большинство туристов, которые сюда приезжают, все-таки в тайне надеются их найти. Но если вы приедете сюда только ради сокровищ, вас будет ждать разочарование. Их давным-давно нашли. Только туристам не говорят, чтобы не спугнуть. Место очень интересное. Вот обратите внимание на эту пещеру. Причем здесь видно, что по бокам остатки от ворот, то ли от каких-то дверей. Значит там что-то хранилось, что-то существовало. И причем есть вот такой вот выход, выезд, выкат и он падает прямо в пропасть. Друзья, в общем не знаю, приезжать сюда в поисках сокровища или нет, но однозначно это место посетить стоит. Потому что оно невероятно красивое, невероятно свежее и невероятно таинственное. В каждом выпуске «Орел и решка. Неизданное» мы составляем для вас рейтинги самого-самого. Самые захватывающие красоты. Самые экстремальные развлечения. Самые уникальные животные. И многое-многое другое. Это наши личные, субъективные, предвзятые, иногда сумбурные впечатления. И никакой рекламы или антирекламы. Все, кто не вошел или вошел в список самых-присамых, просьба не обижаться. Мааа. Итак, представляем вашему вниманию список самых тушераздирающих. И на тебе. Слезоточивых. Это очень красиво. В общем, самых-самых природных красот этого сезона. Пятое место. Каменоломня Карары Тоскана. Это карьер, в котором добывают белый мрамор. Один из самых дорогих в мире. Но туристы сюда приезжают, чтобы насладиться необычными видами. Больше похожими на развалины древней цивилизации, либо замок снежной королевы. И все это граничит, посмотрите, горы по заднему плану. Зеленые, туман, эти облака. Ну это очень красиво. Четвертое место. Ущелье Рио-Гранде, штат Нью-Мексико. Это громадный раскол земли глубиной 180 метров, который годами вытачивала река Рио-Гранде. Кажется, что это кадры из какого-то фантастического фильма про конец света. Вид пугает и завораживает одновременно. На самом деле местечко очень залипательное. И Америка вот этим и удивляет. И вот штаты такие удивляют. Ну лично меня едешь, себе едешь. Какая-то пустыня, пару кустиков, а потом и на тебе просто каньон с какой-то невероятнейшей рекой. Обожаю такое, что уж тут греха таить. Третье место. Альпийские горы, Швейцария. Швейцарские Альпы – самая высокая часть всего альпийского хребта. В выпуске Женева насладиться этим великолепием удалось сразу двум ведущим. Швейцария. Швейцария. Эта пипец какая-то. Эта пипец CovidU Это, наверное, один из лучших дней в моей жизни. Просто потрясающе. Второе место. Заповедник Уайт Санс, штат Нью-Мексико. Это 600 квадратных километров белого измельченного известняка, который больше напоминает снежные сугробы. Вот хейтеры скажут фотошоп, и я с ними согласился бы. Это нереально. Ну и первое место. Национальный парк Глейшер, штат Монтана. Это главная достопримечательность штата с его непроходимыми лесами, фантастическими озерами, горными вершинами и удивительными ледниками. Этим ледникам по несколько миллионов лет. Но, что важно, эта красота исчезающая. И совсем скоро мы можем ее не застать. А сейчас я бы хотел обратиться к этим умникам, которые говорят о том, что да ладно, все это глобальное потепление, это все сказки, это все бабки, бизнес и тому подобное. Наша планета прожила миллиард лет, а сейчас только что проживет. Слушайте, раньше ледников в парке Глейшер было 150, сейчас их около 30. Думайте. Штат Монтана вообще богат на природные красоты. И одну из таких мы не успели вам показать в прошлом выпуске. Поэтому наверстаем упущенное сейчас. Мы продолжаем прямое включение из национального парка Глейшер. И я бы очень хотел показать вам всем озеро Макдональд. Есть Рональд Макдональд, а есть озеро Макдональд. Это самое большое и самое глубокое озеро на территории парка. Когда-то на его месте возвышался ледник. Но со временем он растаял и подарил Монтане удивительной красоты и чистоты водоем. Я просто не верю в этот вид, который находится за моей спиной. Я вообще не верю, что я здесь и могу смотреть своими глазами на все это. Это какие-то фотообои. Но, кроме своей красоты, у этого озера есть еще одна особенность. Оно примечательно тем, что здесь очень много разноцветных камней всевозможного цвета. И вот они, смотрите, действительно есть фиолетовые, серые, красные, желтые. Помните, как раньше вот, ну, мои ровесники сейчас, те люди, которые помнят еще динозавров. Помните, раньше были такие конфеты разноцветные? Вот очень похожи, такие маленькие камушки. Прям хочется вот так подбросить и поймать. Очень вкусно. Прям в глаз один и в лоб. По вкусу, кстати, не очень похожи они на те конфеты. Вот эти камни, кстати, это скалы. Просто раньше вот здесь были скалы большие, массивные, огромные. Но ледник перетер эти скалы, а сам впоследствии превратился вот в это озеро. Это было еще давно, еще до меня и Жанны Бадоевой. Это вот туда, миллионы лет назад. Красными стали те камни, которые долгое время лежали почти на поверхности и были ближе к солнцу. Зеленые камни появились на глубине, куда воздух практически не поступает. А желтые – это те, которые долгое время находились в грунте. Но помимо прекрасных видов и разноцветных камней, это озеро славится своими жителями. В его окрестностях проживает порядка трехсот милых и маленьких гризли. Ребята, я не шучу, просто здесь есть такая печальная статистика – каждый год тут кто-то умирает от гризли. Я сейчас иду и думаю, в этом году уже кто-то выполнил план или нет. Смотрим быстро на озеро, смотрим на камушки, прыгаем в тачку и быстро уезжаем. Румыния и ее столица город Бухарест запомнились нашим ведущим в первую очередь своей необычной архитектурой. А вот и его Величество Пентагон. Между прочим второе административное. Почему опять второе? Самое большое административное здание в Европе. Между прочим второе. Это парламент. Самое большое административное здание в Европе. Второе в мире после Пентагона. Вот так. Ну потому что умные слова, когда их много, зачем это вообще все делают? А я же говорила, просто чуть-чуть сна человеку дайте, чуть-чуть сна. Кроме этого, Румыния знаменита тем, что является родиной графа Дракулы. И весь свой уикенд Андрей посвятил изучению мест, связанных с его именем. Мало того, Цепиш еще любил есть, глядя на вот этих людей, которые мучаются, сидя на таком колу. Колу или Коле? Колу, наверное. На Коле сидеть это немножко по-другому. Андрей даже сумел отыскать официальную могилу графа Дракулы. Но об этом мы так и не успели вам рассказать в программе. Поэтому исправляем это недоразумение. Он никогда мне не нравился. Я продолжаю ездить по местам, которые связаны с графом Дракулой. И прямо сейчас я приехал на его официальную могилу. Ну скажу для аудитории Насти Ивлеевой. Я приехал на могила офишиал. Находится она на территории православного монастыря в городе Снагов. И именно здесь была найдена необычная могила со скелетом в почти истлевшей красной парчевой одежде. А рядом лежала корона. И все это очень похоже на то, что носил Дракула при жизни. Ну вот. Вот, собственно, да. Вот здесь он и захоронен. Но опять-таки, так говорят. Прямо в храме, посредине. Как самый почетный просто житель города или страны. А все для того, чтобы самый знаменитый вампир был всегда под присмотром у Бога и священнослужителей. Опять-таки, вот здесь он захоронен. Четко аж нет понятия, где его находится могила. Желтая пресса периодически находит его тело. То в одной стране, то в другой. Есть люди, которые утверждают, что он не умер, он до сих пор живет и попивает кровушку. Чтобы доказать фальшивость могилы, приводит факт о том, что найденный скелет был с головой, хотя Дракуле ее отрубили. Кроме того, многие утверждают, что сам монастырь был построен позже, чем Дракула умер. Сколько людей, столько и мнений, ребята. Цитата великих людей. Цитата великих телеведущих. Порту. Один из самых древних городов Европы. И именно его название дало имя всей стране Португалия. Но, несмотря на свой тысячелетний возраст, город оказался довольно современным и полным экстремальных развлечений. Так Андрей целый день лихачил по городу на туристической машинке Гоу-кар. Знакомясь таким образом с достопримечательностями Порту и с его прекрасными жительницами. Бросай его, садись ко мне. Ну и зря. Друзья, давай. Давай, давай. Садись. Все, братан, прости. Ну я реально лучше. Ну я реально лучше. Куда едем? Тебе или ко мне? А Настя даже попыталась здесь побороть свой страх высоты. Сюжет об этом так и не поместился в эфирную версию программы. Внимание на экран. В Порту нет парков развлечений. Но здесь есть огромное количество мостов. Поэтому португальцы не растерялись и соединили два в одном. Сделали аттракционы на мосту. Мост Арабида когда-то был самым большим бетонным мостом в мире. Главная особенность конструкции – монолитная арка высотой 52 метра, по которой я и собираюсь пройтись. Для того, чтобы добраться на самую высокую точку моста, нужно преодолеть 262 ступени. Но… Оказалось, что этот аттракцион совсем не страшный, а очень скучный и даже нудный. Я знаю, кто мне точно скажет спасибо за это мероприятие. Это мои ягодички. Горят. 15 минут под палящим солнцем и я на вершине, где, говорят, открывается умопомрачительный вид на город и реку Дору. Ну, вот чтобы вы понимали, дорогие друзья, это все. Не знаю, честно говоря, я расстроена, потому что это вот сейчас была трата денег и абсолютно того не стоящее. Мне кажется, такие виды открываются из отелей, из каких-нибудь других вьюпоинтов, и причем абсолютно бесплатно. А, да, друзья, и помимо всего вышеперечисленного, ладно уж с этим со всем. Если было бы хотя бы страшно, адреналин бы в крови играл уже куда не шло. А тут даже не страшно. Вообще ничего. Ничего. Только вот это. И пот. А вот ты где, ну вставай, вставай съем… Тоже возьмут режиссера на площадку, зачем он нужен? Кроме экстремальных развлечений, Порту славится своим портвейном, известным на весь мир крепленым вином. Здесь в честь него для туристов открывают тематические бутик-отели. Десять бочек вина. Так и указано в графе «гонорар за сезон» у Насти Ивлеевой. Устраивают прогулки по винным плантациям, экскурсии на производство и всевозможные дегустации. Ох, тут случай, когда ты понимаешь, что вот пару таких стаканчиков, да ты в хламинку, да ты спишь на лавочке, да ты не помнишь через два часа, как тебя зовут. Но и это еще не все. В винодельном крае портвейн можно не только продегустировать, но и с помощью него провести одну интересную процедуру. Этот сюжет тогда попросту не влез в хронометраж программы. Покажем его сейчас. Прямо сейчас у меня будет спа-вино-терапия. А именно, винное джакузи. Глядя на цвет бруды, вы можете подумать, что здесь уже кто-то купался, причем раз шесть. Нет, друзья, так и должно быть. Сюда просто добавили винный экстракт. Именно он делает процедуру лечебной. В экстракте содержится огромное количество полезных веществ, которые улучшают циркуляцию крови, снимают стресс, тонизируют и даже омолаживают кожу. У всех моих друзей сейчас просто ебнуло сердце. В бокал вина вылить. В бокал. Вот так. В конце концов меня пожалели и разрешили принять напиток внутрь. А в кадричке нельзя пить, да? Смотри, жираф! Ушел он. Очень быстрый. Все, Олег, вставляй камеру, дай мне просто отдохнуть и лежать. Перерывчик сделаем. Конечно, когда ведущему выпадает 100 долларов, ванную из портвейна он позволить себе не может. Но сходить в бар – это запросто. Так произошло в Милане, когда Настя не упустила возможность посетить одно необычное заведение. Сюжет об этом мы сейчас с вами и посмотрим. Как только заходит солнце, в этом городе просыпается тусовочная жизнь. И мы были бы не орлом и решкой, если бы прошли мимо нее. Но я выберу не обычный бар, а особенный. Но особенность его не в каких-то уникальных коктейлях, а в размере самого помещения. Ну что, друзья, вашему вниманию представляется самый маленький виски-бар в мире. Это вот такая комнатушка размером буквально три на три. Ну вообще, по пространству, чтобы вы понимали, в принципе, в ширину, вот на все четыре стороны, вот на вытянутые руки, все. Но самое главное, даже в таком маленьком баре здесь есть туалет. Я знаю такие заведения, такие большие, такие пафосные, в которых вообще нет туалета. А здесь есть. Знаете, на самом деле очень интересное заведение. Больше это похоже на какой-то очень стилевый деревянный лифт, который обставлен различными бутылочками, в нем присутствует очень даже симпатичный бармен. И мне кажется, такие заведения прекрасно подходят для тех людей, которым очень важно выговориться, но некому. И чтобы вас не перебивали коллеги по бару и не забирали внимание бармена, и вам не нужно тянуть ручку и говорить «ээ, обратите внимание на меня, в конце концов, я здесь». Это идеальное место. Вы приходите и кроме вас здесь никого нет. Говорите сколько хотите, пейте сколько хотите и заказывайте столько, сколько захотите. Чирс. Правда, бронировать бар нужно заранее и всего на один час. При этом бармен продолжает обслуживать и других клиентов, но с одним условием. Просто момент. Почему ты положишь маску? Я использую только для людей. Моя фишка смотрит только на людей. Короче, определенная фишка этого заведения, что обычный человек не может увидеть бармена. Увидеть его может только человек, который забронировал здесь место, пришел, сел и увидел нашего дорогого бармена. А так не-не-не, только вот коктейльчик и до свиданица. Гуд айди, браво! Сардиния. Красивый солнечный итальянский остров. Сардиния. Красивый солнечный итальянский остров. Чтобы хорошенько его рассмотреть, здесь, как правило, арендует машину. Причем сделать это может как богатый турист. Саша, снимай так, чтобы я выглядела, как очень состоятельная женщина. Так и турист с ограниченным бюджетом. Если бы еще и заправлять машину не надо было, было бы прекрасно. Но на такие случаи всегда у меня есть шланга. По старой схеме открываем бак и переливаем. Не делали такого ни разу? Я покажу. На острове Сардиния есть все, что душе угодно. Пляжи, горы, потрясающие бухты, пустыни и небольшие села с долгожителями, которым стукнуло уже более ста лет. Но одно сардинское местечко мы не успели вам показать. Предлагаем сейчас наверстать упущенное. В двух минутах от дюн есть какая-то кровавая река, загадочная. Ну почему бы нам не посмотреть на такую загадочную кровавую реку? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, руль надо держать. Река Песцинас из-за своего красно-рыжего цвета обросла множеством легенд. Якобы это и кровь земли, и скопище уникального цвета бактерий, и даже следы битвы великанов. Но на самом деле происхождение реки прозаично. Недалеко отсюда работала шахта по добыче минералов. Сейчас ее забросили, но рудники продолжают выдавать на гора элементы, которые придают ручью красноватый оттенок. Вот ты какая кровавая река. Просто кровавая. Ребят, ну по-честному, по чесноку. Мы же с вами давно знакомы. Фонарь. Мне не нравится. Я бы сюда не заезжал. Просто такое ощущение, что прорвало трубу где-то, ржавую, старую, и вода вытекла и получилась вот такая вот река. Более того, экологи обнаружили, что в этой воде содержатся тяжелые металлы, которые загрязняют окружающую среду. Так что в этой реке даже руки не помоешь. Я когда в Мариуполе работал на заводе, вот у нас, когда дождь шел, такие же реки. Возле каждого цеха были. Поэтому приезжайте к нам, покупайте билеты, заходите, смотрите на кровавые оранжевые реки. Кроме кровавой реки, в выпуске о Сардинии Андрей Бедняков решил посетить еще одно легендарное место. Этот сюжет тогда так же не попал в эфир. Зато вы можете его увидеть прямо сейчас. Я приехал в природный парк Порто-Конте, где находится один из самых красивых гротов на планете. Это таинственный грот Нептуна, который находится в середине отвесных скал. И чтобы добраться к нему, необходимо преодолеть извивающуюся каменистую лестницу, которая состоит из внимания. Шестисот семидесяти пяти ступенек. Порто-Порто-Порто-Порто-Порто-Порто-Порто-Порто-Порто. Анна, смотри, да. Читать сейчас. Ах-а. Да, видите здесь написано что из-за плохих погодных условий на данном случае море высокое, наверное волны. Ветер. Да ну блин. Но если бы грот был открыт… Мы бы увидели необычайные сталактиты и сталагмиты. С ними связана одна легенда. Однажды несколько рыбаков искали место, где бы им укрыться от шторма. Им посчастливилось заплыть в эту пещеру. Подсветив факелами стены, им показалось, что все сталактиты сделаны из золота. Оскрепленные богатством, они стали пробираться все глубже и глубже внутрь скалы, пока окончательно не заблудились. И вскоре умерли от голода. А еще в гроте находится подземное озеро Ла-Мар-Моро, где можно загадать желание, которое, говорят, обязательно сбудется. Жаль, конечно, что рыбаки так его и не нашли. Ах, ну это жизнь. Это еще раз доказывает, что у нас ничего не подстроено. Мы приехали, получилось-получилось, но не повезло, всякое бывает. Обидно? Досадно? Поехали. Штат Колорадо и его столица Денвер встретили наших ведущих с нежной морозной погодой. По-моему, меня обманули, плюс 20, как и в прогнозе было написано. И все два дня у ведущих зуб на зуб не попадал. И вот, пожалуй, одна из самых сестра. В таком недорожнике, а недорожнике, а недорожник. Давай еще раз… Окей, я думаю, что я здесь закончился. Попросите на камеру. Он уже умер. Окей, давай! И вот, чтобы не замерзнуть, Настя и Андрей весь сиюгенд подбадривали себя с помощью песен. А уже, наверное, пусть вы, 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 езжай. Мальчишки, девчонки, тара-тара-тата, а также их родители, Андрюшку бородатого, подпросить не хотите ли, давайте-давайте. Дамгорд. Зовут его Денвер. Он ждал меня 28 лет. И вот я приехал. И вот я здесь. Кто самый везучий человек в мире? Это я. Кто самый везучий парень в мире? Это я. Кто самый везучий бородатый, высый парень? Кто-кто-кто? Это я-я-я. Денчик, я еду. Или нужна безлимитная карта? Я даже текст еще и не придумал. В общем, уикенд наших ведущих выдался как никогда творческим. Но один сюжет, который раскрывает весь вокальный потенциал Насти, мы так и не успели показать. Штат Колорадо несносно богат на природные достопримечательности. К одной из них я и направляюсь. Парк красных камней. Это 350 гектаров живописных ландшафтов. Здесь, под покровом снега, спят вечно зеленые сосновые леса. И громоздятся величественные скалы, которым уже почти 300 миллионов лет. Скалы. Природа. Снег. Великолепие сплошное. Главная особенность этого парка – огромный природный амфитеатр из скал, который используется как концертная площадка на 9450 посадочных мест. Ну что, друзья, место воистину великолепное. На этой сцене выступали мировые звезды, такие как Битлз и многие другие. Здесь потрясающая акустика. Сейчас мы с вами это проверим. Сегодня состоится мой первый музыкальный вечер, день, не важно, момент. Я рада, что все вы пришли на мой концерт. И я благодарна каждому зрителю, который здесь сегодня находится. Я знала, что мои песни найдут отклик в ваших сердцах. В твоем, в твоем, в твоем. И даже в твоем. Мой новый хит называется «Колорадо». Эй, Колорадо, я тебе рада. Денвер Денчик, мой дорогой дружбан. Этот штат нравится мне очень. Я с ним на одной волне. Эх, Америка, хорошая ты страна. Я приеду потом сюда снова. Да. Все. Это Настюха Шонсон. Спасибо, ребят. Это было великолепно. Не забывайте, что мой следующий концерт состоится здесь же через год. Приходите. Я буду видеть рада каждого из вас. Всех. Всех. Всех вас. Все приходите. Спасибо. Аплодисменты. Боже, я просто шел на запах чебуреков лука и кровянки. И он привел меня к тебе. Тебя узнать из тысячи, Настя. Боже, можно я подержусь? Мне так холодно. Я так замерз. Андрюша, я думала, что ты меня найдешь по запаху портвейна. Ты пила портвейн, это я знаю, Настя. Поэтому прекрасному запаху и блестящим глазам я вижу, что у вас сложились отношения. Молодец. Я жил, у меня не было 5 звезд, у меня была скромненькая, я жил в бочке. В бочке? Я жил в бочке все эти 6 лет, пока ты не открыла и не достала меня, не показала меня опять телезрителям. Спасибо, Настя. Вот. Все, пойдем, Анастасия. Давай, вот. А, подожди, Андрюша, подождите. Друзья, ну все приходится делать самой, честное слово. Любимые, уважаемые, увидимся с вами в следующем городе. Это чьи-то маленькие ботиночки 35-го размера ко мне прилетели. Что это за маленькие карлики сделали ботиновковый дождь? Давайте найдем… Ботиновковый дождь. Ой, ботиновковый дождь. Ботиновковый дождь. Контент. Ну извините. Все для настроения шалунское. В следующем выпуске «Орел и решка. Неизданная сезона Ивлеева-бедняков» мы узнаем, для чего Настя и Андрей на самом деле вернулись в решку. Меня купили за очень дорого. Это шок-контент, честное слово. Какой экстремальный аттракцион заставил Настю посидеть? Что, мне пай дома не сиделся? Нормально. Даже же человек жил. И какие неудачи подстерегали нас на съемках этого сезона. Не пропустите! Да! Да! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...